Бегать можно спокойно, не торопясь. Дышать надо нормально. И организм постепенно лечится, очищается. Чем больше мы аскезу совершаем, тем больше энергии входит в организм из природы для лечения. Ну вот девушка начинает 2 часа в день ходить. У нее уже начинается лечение. То есть торопить себя не надо. Постепенно, я думаю, она через месяцев 7-8 уже сможет ходить 3 часа 40 минут. Этой дистанции достаточно, чтобы психика полностью пришла в норму и стать счастливой, красивой, жизнерадостной, чтобы полностью подготовить себя к замужеству. И при этом надо еще достигать возможности или позе алмаза, вот так вот на ягодицах, или стоя стоять, или сидеть по часу 40. То есть обе вот эти вот нагрузки, то есть сидеть неподвижно час 40 можно раз в 3-4 дня. А ходить вот по стоку, это 6-7 дней один раз. Ну то есть не каждый день ходить понемножку, а один раз, один день идти долго, чтобы полностью прочистить всю психику. Понимаете, вот эта девушка, с которой я говорил, если она будет ходить 3 часа 40 минут в день, то ей надо всего 2 месяца для того, чтобы у ней психика пришла в норму. Это значит, что через 2 месяца она может уже рассчитывать, иметь возможность внутреннюю нормальные отношения строить с молодым человеком. Понятно, да? То есть для того, чтобы создать семью или рожать детей, как вы хотите, для этого ещё недостаточно иметь хорошие анализы у гинеколога и иметь хорошие гормональные функции. Для этого нужно иметь достаточный запас энергии в организме. Понимаете, если вы вот этих трёх типов аскез не совершаете, которые омолаживают человека, отодвигают влияние времени на вас, это длительное движение, неподвижное положение тела и пост на воде, то гарантий, что вы здоровыми людьми всю жизнь проживёте, не будет никаких. Но смотрите, если вы длительно двигаетесь, допустим, и поститесь на воде, то, скорее всего, на 90%, я не знаю, может быть, какие-то есть исключения, но на 90% вы в этой жизни не заболеете атеросклерозом, раком, не заболеете какими-то заболеваниями, связанные с нарушением обмена веществ и так далее. Понимаете? Потому что, когда человек длительно двигается и постится на воде, он убирает лишний вес у себя, убирает все злокачественные клетки, убирает все доброкачественные, злокачественные опухоли, если они в зачаточном состоянии. А если они уже развились, то здесь гарантий нет, как организм среагирует. Если у него будут силы, он рассосёт. Если нет, то нет. Вот, допустим, у меня по наследству, у всех мужчин, развивается склонность к раку с простательной железы. Сначала простатит, потом доброкачественные опухоли, потом злокачественные опухоли. Понимаете? Я в свои 50 лет, я себя чувствую, организм свой, обнаружил, что несмотря на то, что я делаю йогу и пащусь каждый день до обеда, то есть 16 часов в день получается у меня поста, всё равно у меня постепенно начали вот это вот изменение в предстательной железе возникать, которые привели, ну, как бы, насколько я себя продиагностировал, к такой начальной стадии доброкачественной опухоли предстательной железы. Как только я начал бегать час двадцать, а именно этой дистанции достаточно, чтобы эту опухоль рассосать, прошло два месяца, до свидания, опухоль. Понимаете? Мне не надо даже, как бы, себя диагностировать, я точно знаю, что там ничего нет, все функции нормальные, работа всё восстановилась. Ну, то есть идея в чём заключается? В том, что если у некоторых людей думают, генетика виновата, экология виновата в том, что мы болеем. На самом деле человек болеет только по одной причине, потому что он не совершает необходимых аскез для того, чтобы преодолевать влияние времени на себя. Понимаете? А время старит человека психически и физически. Если человек эти аскезы совершает, он не будет болеть. Понимаете? По-любому не будет болеть. Потому что он убирает эти три типа старения в организме. Вот и всё. Поэтому выживает сильнейший. То есть продолжительность жизни зависит от этого аскетизма. Я начал это изучать и заметил, что все долгожители, будь то бабушки или дедушки, они делают одно из трёх, хотя бы одно из трёх. Или длительно ходят, или бегают, или постятся на воде, или неподвижные положения тела осуществляют. Всё. Ну, то есть, вот это вот три типа аскезы, которые дают человеку возможность жить долго. Просто так долго прожить невозможно, мои дорогие друзья. Невозможно. Потому что старость, энергия старости означает, или тело напрягается, первая стадия напряжения, вторая стадия боли в голове, в суставах, то есть везде всё болеть начинает. Третья стадия напряжения – это выворачивает суставы, то есть полиатриты всякие. Или вены вылазят, или давление поднимается. И это приводит к инфаркту, инсульту. Это всё результат последовательного развития напряжения в теле. Дальше жар в теле. Сначала жар, потом воспалительные процессы, потом хронические, тяжёлые, неизлечимые заболевания. Такие как астма, диабет, туберкулёз, там, ревматизм. Это результат жара в теле. Когда увеличивается лишний вес, это приводит сначала к доброкачественным опухолям, потом к злокачественным. Всё. Если человеку лишний вес, ему надо бегать и поститься. Лишний вес – до свидания, доброкачественный опухоль, до свидания. Если у человека жар в теле, ему надо поститься и статические упражнения делать. И до свидания – жар в теле. А что касается того, что девушка спросила, у неё вот такое напряжение сильное, которое мешает ей выйти замуж, ей надо длительно двигаться непрерывно и статические упражнения делать. И тогда этого напряжения не будет. И тогда будут дети, муж и всё остальное. Всё, что хочешь. Почему именно у неё так? Это зависит от судьбы. Вот некоторые в молодом возрасте не напряжены, и они просто так выходят замужем. А некоторые не могут, потому что судьба так действует. Некоторые вообще в психушке живут. Судьба может по-разному действовать. Но даже если человек живёт в психушке, если он будет ходить час сорок, и неподвижное положение тела делать, пройдёт там 4-5 месяцев, и он вылечится от психического заболевания. Это вопрос просто его силы воли. И всё. Я вам объяснил, как быть здоровыми. Вы можете пользоваться этим, можете не пользоваться, всё равно это ваша жизнь. Вы сами решайте. Просто на каждую болезнь есть своя аскеза. Вот, допустим, если у тебя сосуды страдают, тебе достаточно 2 часа ходить или бегать час. И, ну, сосуды означают, там, атеросклероз, гипертония, там, и, допустим, где-то полутора суток паститься на воде раз в 2 недели, и неподвижное положение тела тоже где-то час. Раз в 3 дня это надо делать, и до свидания болезни сосудов. Глубина вот такая, что часа достаточно. То же самое, допустим, если у женщины, там, по-женски проблемы. Тогда час 20 бегать или 2.40 ходить, и плюс, допустим, если у неё там лишний вес, там, нарушено движение энергии, значит, надо поститься полутора суток раз там в 3 недели. И так далее. Понимаете, да? Чем глубже болезнь, тем больше продолжительность аскеза. Ну, самая максимальная аскеза – это 2.5 суток поста на воде, это 3 часа 40 минут ходьбы или 2 часа 50 минут бега, ой, час 50 минут бега, и час 40, час 50 неподвижное положение тела в одном положении. Всё. Вот этого достаточно, чтобы ничем не болеть вообще.